Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своей страничке. Спасибо, что заглянули ко мне. Сегодня мы снова будем говорить о парфюмерии. И на этот раз я хочу вам рассказать о своих ощущениях и познакомить тех, кто с этим ароматом не знаком. Монгерлен флорале. Вот он, собственно говоря. Если вам видно, у меня здесь 30 мл. Оде парфюм в концентрации. Для меня этот аромат довольно-таки новый. Я не была знакома с его предшественником. Монгерлен. Появился у меня впервые вот этот аромат. Флорале. Впоследствии, через некоторое время, мне пришел вот этот вот пробничек. Монгерлен. Его прародитель. Что я могу сказать по поводу этих ароматов? Хоть говорят, что они похожи, но... Да, они, возможно, похожи какими-то резкими нотками, но... Я бы сказала, что... Монгерлен флорале гораздо громче, чем его предшественник, просто Монгерлен. Но это, как знаете, это как, в принципе, два разных... Не совсем разных. Есть... У них сходство есть, конечно, но все равно они довольно-таки разные ароматы. Для меня, в первую очередь, Монгерлен флорале, он более громкий, он более звонкий. И он, как бы вам сказать, он громкий, он более крикливый, он более громкий. А его предшественник просто Монгерлен, он гораздо-гораздо спокойнее. Этот аромат, если сравнивать... С чем можно сравнить? Вот я, например, могу сравнить их... Ну, вот так вот. Этот более буйный ароматец. Более такой у него хулиганский характер, более взрывной. Совершенно от него что ожидать, совершенно непонятно. А этот, наоборот, этот спокойный, уверенный в себе, уравновешенный, аристократичный, очень-очень уютный аромат. Монгерлен. А Монгерлен, так как два брата-близнеца, но у них очень разные характеры, как я уже сказала. Этот такой шебутной, ну, всё, что угодно можно от него ожидать. Такой характер у него ещё тот. А этот, наоборот, очень послушный, очень уверенный в себе, и на него можно понадеяться, да. Можно понадеяться, можно ему доверить. В общем, у меня как-то так. Допустим, если я этому аромату могу доверить, а этому я бы ещё подумала. Но, тем не менее, оба ароматы очень прекрасны. Я думаю, что те, кому подошёл Монгерлен, возможно, не очень подойдёт Монгерлен флорале. Или же наоборот. Я думаю, так. Мне, если честно, больше, конечно, понравился просто Монгерлен. Первый аромат. А флорале для меня немного крикливый аромат, немного... Для меня немного очень громкий аромат. И в то же время мне его тяжеловато носить. Вот некоторые говорят, что это лёгкий ароматиц. Да ничего себе лёгкий ароматиц. Он абсолютно нелёгкий. Он довольно-таки... Довольно-таки сложный. И аромат трудноватый. Он нелёгкий. Нет. Ни грамма нелёгкий. Нет. Ни в коем случае. Что по нотам? Давайте сейчас я... Ну, вспомним нотки. В общем, Монгерлен флорале. Этот аромат создан в 2018 году. Парфюмер. Парфюмер. Я обожаю этого парфюмера. Терри Вассер. Парфюмер, конечно, да. В общем, основные слышимые аккорды. Это цветочный, пудровый, ароматический, древесный, свежий, пряный и ванильный. Да, тут можно согласиться, конечно. Хотя я в нём цветы... Ну, это целая охапка цветов. И что-то именно конкретно выделить сложновато, конечно. Но есть те цветы, которые я выделяю хорошо. Ладно. Верхние ноты. Лаванда, бергамот, лимон, мандарин. Средние ноты. Жасмин, самбак, пион, нероли, цветочные ноты, иланг, иланг, ландыш и персик. Базовые ноты. Сандал, ирис и ваниль. В общем, девочки. Ну, что я могу по нём сказать? О нём что я могу сказать? Давайте откроем этот колпачок. Аромат, безусловно, безусловно, приятный. Этот аромат я нанесу себе вот на это запястье. На эту руку. Так, хорошо. А вот старичка. Надо ещё открыть. Что ж он так тяжело-то открывается? Угу, открыла. Старичка вот сюда. Так, в общем, оба аромата у меня сейчас на запястье. Конечно, и по-первых, даже, как много здесь, видно вам, здесь не очень. На улице так холодно, руки покраснели, я как раз с улицы зашла сейчас. В общем, первое впечатление, конечно же, оба аромата имеют сходство. Что этот? Что этот? И я думаю, что это сходство, больше всего влияет на это сходство. А именно, именно лаванда, да. Лаванда очень сильно ощущается. Но этот, как я уже говорила, сейчас вам покажу. Этот громче, этот тише. Этот, вернее, спокойнее, вот маленький. Монг-герлен, извиняюсь, гуэрлан говорю иногда, потому что я проживаю, как вы знаете, в Турции. И здесь говорят не герлен, а гуэрлан. Поэтому я могу иногда путаться, заговариваться. Так что не судите меня строго. Так, на чём мы остановились? Монг-герлен, он более спокойный. Но он более мой. А вот Монг-герлен флорале, он гораздо ярче. В общем, я слышу, что я слышу. В общем, различия вот такие. В принципе, ароматы похожи. Монг-герлен флорале на моей коже стойче, чем Монг-герлен. Но у Монг-герлена стойкость, я думаю, часа три я прекрасно ощущаю на своей коже. Но Монг-герлен флорале часов пять, он будет точно звучать на коже, а на одёжке до стирки. Стойче. Это проверено уже мной. Так, основные слышимые ноты для меня, которые я ноты слышу. Вообще, для меня этот аромат сладкий. Ваниль. Вот сейчас я карамель ощущаю. Откуда это карамель, я не знаю. Но я думаю, что это за счёт сладкого персика и ванили. Возможно, вот именно карамельное что-то есть. Ну, в первую очередь, он, конечно же, цветочный. Основные слышимые ноты для меня. Это лаванда, ваниль. Белоцветочные ноты есть. Пудра есть. Пудровый аромат. Он запудривается и, конечно, с помощью ириса он хорошо запудривается. Довольно-таки пудровый. Ландыша я здесь не ощущаю. Так, давайте по порядку. Верхние ноты. Лаванда прекрасно чувствуется. Бергамот в самом начале, но он быстро уходит. Ощущается. Лимон я не ощущаю. И мандарин тоже не ощущаю. Жасмин самбак. Если чувствует очень слабо. Пион. Пион есть. Пион ощущается. Нероли. Нероли ощущаются. Цветочные ноты, конечно. Ощущаются белые цветы. Но непонятно, какие. Букет белых цветов. И ланг, и ланг я ощущаю. Ландыш. Не очень, я бы сказала. Персик, думаю, да. Персик, думаю, ощущаю. Сандалы, ирис, и ваниль. Это все прекрасно чувствуется. Ну, что еще можно сказать про этот аромат? Я уже сказала, что он довольно-таки стойкий. И, не знаю, девочки, он для меня не очень послушный аромат. Он играет. Он может выдать сюрпризы. Он может играть по-разному. В тепле одно. Вот на улице у меня больше он колючий, цветочный. Немножко колючий. И больше лаванду выдает. Сейчас на улице очень холодно. На улице так. А в тепле он открывается по-другому. В тепле он более сладко-ванильный. Даже, я бы сказала, карамельный. Хотя откуда здесь карамель? Здесь и нет этой карамели. В общем, открывается он по-разному. Что на улице, на холоде по одному. Он на холоде более колючий. Более... Это не шипр. Но шиприт, наверное, на улице. Сладко-сладко-шиприт такой получается на улице. Да, на холоде. И колючий. Вот что мне не нравится. Значит, этот аромат нужно носить летом. И я поняла только это сейчас. Вот только сейчас на меня это дошло, что он открывается-то по-разному. Почему я раньше не пробовала его в тепле? Вроде бы пробовала, но не особо, наверное, я его... В него всматривалась. Не особо я его распознала. Для меня явилось часто сюрпризом, конечно. Карамель я не ощущала. Впервые вот ощущаю карамель. И то, потому что в доме включен кондиционер. И в доме сейчас очень-очень тепло. И видите, когда очень тепло, то он становится гораздо-гораздо слаще. Чего? Чего я не могу сказать о его предшественнике, Монгерлен. Монгерлен, он нежнее. Он нежнее, в нем нет карамели. Зато есть ваниль, лаванда. Сейчас еще посмотрим его пирамидки. Его пирамидку. В общем, про вот этот Монгерлен я, наверное, все сказала. Самое главное, что он меняется зимой один, на холоде один, а в тепле абсолютно другой. И нужно сказать, что в тепле он мне понравился гораздо-гораздо больше. Вот именно сейчас, снимая этот видеоролик, я изменила свое отношение к нему в лучшую сторону. Потому что для меня он был колючим. В прохладе он колется и кричит. А в тепле он совсем-совсем другой. В тепле он очень-очень приятный. Очень приятный. Надо же, я не ожидала даже такого от него. Ну, что ж, очень интересный аромат, конечно. Я думаю, что я его все-таки оставлю. Я его уже хотела обменивать. Но нет. Наверное, я все-таки не буду его обменивать. Нет, не буду. Зачем его обменивать, если такой прекрасный аромат. Так, теперь по поводу малютки этой. А ну-ка, сейчас посмотрим. Хочу найти пирамидку. Что-то я не могу найти эту пирамидочку. Ну, ладно. Насчет малютки, что тут можно еще сказать? Он нежнее гораздо. Он менее стойкий, как я уже говорила. Он более спокойный. Я совершенно сейчас убедилась в том, что все-таки этот аромат более яркий. Более яркий. А этот более спокойный и более уравновешенный. В общем, я думаю, что вот этот аромат могут носить... Могут носить, начиная совсем с юности. Можно носить девочкам. А этот аромат, я думаю, уже зайдет лет после 30-ти. Может, после 25-ти. Он более серьезный, наверное. Более интеллигентный. Более серьезный. Более такой, знаете, для уже состоявшейся женщины. А этот аромат для свиданий, для клубов, для всего такого будет очень-очень таким хорошим ароматом. Я думаю, так. Но для лета все-таки я бы, наверное, предпочла вот этот аромат, потому что он в тепле проявляет себя совершенно по-другому, чем в холоде, чем на холоде. А этот, он, как я уже говорила, более интеллигентный, более нежный. В общем, оба аромата очень достойны. Так что советую, конечно, вам обратить на них внимание. И я думаю, что оба аромата должны быть у меня. Я в начале этого видеоролика сказала, что или этот, или этот. Нет. Наверное, оба аромата должны быть. Просто они на разные случаи жизни. Этот более такой жизнерадостный, скажу так. А этот успокаивающий, обволакивающий. Как-то так. Да. Я думаю, так. Ну что, девочки, все. Я буду заканчивать свой видеоролик. Если вам понравился отзыв, ставьте лайки, подписывайтесь. Если какие-то вопросы у вас будут ко мне, задавайте. Постараюсь ответить. Ну что, всего всем хорошего. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok